Здравствуйте! Есть такая наука — тафономия. Та-фо-но-ми-я. Создателями является наш замечательный соотечественник Иван Антонович Ефремов. Вот он не только создатель тафономии, палеонтолог, исследователь динозавров, он писатель, фантаст, создатель вот этого мира удивительного, туманности Андромеды, роман «Туманность Андромеды». Между прочим, он очень известен был. Художники выполняли портрет любимого его героя из романа «Туманность Андромеды», ну, художники-иллюстраторы, похожим на Ивана Антоновича Ефремова. А герой звали Дар Ветра. Такой вот был весь из себя, похожий на Ивана Антоновича. Так вот, Дар Ветра был известен даже за океаном. Дарт Вейдер, знаете, такой вот Дарт Вейдер, такой вот угрюмый персонаж. Это вот переделка на английский манер вот этого вот словосочетания «Дар Ветра», «Дар Вейдер», «Дарт Вейдер». Вот так вот. Да, вот имейте в виду, как они про нашего Ивана Антоновича-то сняли кино. Так вот, Иван Антонович, он создатель «Тафономика», «Тафономия» наука. Наука о, скажу сейчас вам, чтобы было понятно, фасилизации погребенных органических остатков. Фасилизация, значит, окаменение, превращение в камень. Вот, скажем, умер динозавр. Что с ним должно по-хорошему быть? Должны прибежать по поедателе трупов и съесть его, и всё, и ничего от него не останется. Но вот если повезет этому динозавру, его засыпет песочком, особенно ему повезет, если он утонет в речке, или поток какой-нибудь его дождевой смоет в реку, и там он, значит, будет погребен, в болоте хорошо будет погребенным динозавру, тогда он там в отсутствие кислорода начнет постепенно фасилизация будет идти, окаменение. Это медленный, длительный процесс. Кстати говоря, такого рода процесс фасилизации может идти очень быстро. Как его ускорить? Помните, скорость химических реакций с температурой увеличивается, каждые 20 градусов в два раза. Есть такой замечательный объект, так сказать, Керикон. Это вот рядом с шахтой, такая вот конусовидная гора, пустой порода, которую из шахты достали, вот тут, значит, сложили, соскладировали. Терикон. Териконы обычно горят, так говорят. Действительно горят. В этих териконах попадает не только негорючая пустая порода, но и горючие вещества. Там есть немножко угли серого. Вот эта огромная гора, медленно дымится. Вот обычный такой вид местности, какой-нибудь в Донецком угольном бассейне териконы, заходящее солнце и дымок с вершин териконов поднимается. То ли они сами возгорелись, то ли кто-то там зажег костер, и от этого костра началось это тление. Вот этот терикон медленно горит. Внутри он, конечно, разогретый. А в этот терикон попадает не только пустая порода. Туда попадают шпалы, туда попадают рельсы. И вот очень интересные исследования проводятся иногда. Вообще-то териконы тут ни к чему. Их надо бы разбирать куда-нибудь, место-то освобождать. Тут кругом шахтерский город, а тут терикон. Ну, надо же тебе. Так вот, там произошла фасилизация, скажем, железнодорожного рельса. Он весь превратился в камень. Вот он, рельс, теми же сами буквки на нем, которые оттиснены. Или фасилизация шпалы. Шпала, окаменевшая кусок дерева. Вот такие вот вещи. Очень быстро в течение времени происходит. Так вот, есть такое общее утверждение. И вполне соответствующие вот этой вот теории, за которую в свое время Иван Антонович Ефремов получил сталинскую премию. Оказывается, в древних костях, окаменевших костях динозавров, есть такие фрагменты, которые сами по себе не стали камнем, не окаменели. Они снаружи покрыты камнем, а внутри нет. Ну, как бы сказать, конкреция такая образовалась. И вот внутри этой конкреции можно находить клетки, мертвые уже, но клетки все-таки вещества. Один палеонтолог мне рассказывал, как они находят отпечатки древних насекомых. Вот мы раскалываем отложение и видим две красные точки. Это тот самый зрительный пигмент насекомого. Он быстро окисляется на воздухе, но зато в этом месте мы знаем, было насекомое. Вот так. Спасибо вам большое за внимание. Всех вам благ, до свидания, удачи.